Официальные лица, спортсмены и местные жители расположились напротив входа в новый административно-бытовой комплекс на стадионе Металлург. С флагами России, Подмосковья и Ленинского района появляются воспитанники мотобольного клуба. Президент мотобольного клуба Металлург Валерий Нефанте вспомнил самое начало этой истории. Когда-то здесь располагались старые кирпичные трибуны с деревянными скамейками. Сегодня исполняется ровно 10 лет. В 2008 году, 8 марта 2008 года, вы все помните, стояла там махина высотой метров 40 и длиной 120 метров. Вот здесь был мой кабинет, вот как раз вот здесь. Я иду мимо этого места и 8 марта экскаватор рушит эту махину. После торжественных слов представители городской и районной администрации, спортсмены и присутствующие на церемонии министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков разрезали символическую ленту, после чего отправились на небольшую экскурсию. А посмотреть действительно есть на что. Помимо того, что на стадионе всегда базируется футбольная секция, это спортшкола Олимпо-городской центр спорта, Металлург, мотобольная команда. Здесь разместилась секция по карате, зал по бодибилдингу. На втором этаже у нас есть две студии. Одна студия для занятий как учебный класс, как пресс-центр. А второй зал – это большая просторная студия, где можно заниматься как с детьми, проводить праздники, так и различные фитнес-занятия, будь то йога, будь то степ или дэнс направления. Кроме этого, здесь есть кафе, закрытое ложе для просмотра соревнований, административные помещения, кабинеты и душевые. Общая площадь здания – порядка полутора тысяч квадратных метров. Те, для кого строилось это здание, качеством проделанной работы довольны. Тренажерный зал устраивает для детей, подростков то, что надо. Помещение для раздевалки тоже хорошего качества, душевые, туалеты, все на современном уровне, все устраивает. Реконструкция стадиона и строительство нового административно-бытового комплекса финансировалась из федерального и муниципального бюджетов. Стоимость работ составила почти 170 миллионов рублей. В этом году, в 2018-м, мы поменяем еще и поле. Это следующий этап реконструкции стадиона. Но то, что мы сегодня здесь видим, это хороший подарок городу, району. И наш центральный стадион наконец-то обрел те очертания, которые должны быть. В здании одновременно может заниматься более 60 человек. Трибуны же рассчитаны на то, что наблюдать за спортивными баталиями с них могут около тысячи болельщиков. Для видного открытие стадиона весьма актуально. Со спортом здесь не дружат, здесь им активно занимаются. Этот стадион явился 20-м, который мы открываем. Это плоскостное сооружение, куда могут приходить и заниматься жители Ленинского района. Конечно, есть современный хороший центр, где играет наша команда. Спарт-Тентка, здесь находится и Ледовый дворец, и футбольные поля. И, конечно, все это говорит о том, что спорт в Ленинском районе развивается. Помимо административно-бытового комплекса, на стадионе «Металлург» располагаются два летних теннисных корта, футбольная и мотобольная поля, беговые дорожки, хоккейная, баскетбольная и волейбольная площадки. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ.